Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Апокин Александр. Я врач-стоматолог. Работаю в Москве. Это еще одно видео о проекте «Правдивая стоматология». Я не знаю, оно такое может быть этапное, но в принципе мы, по-моему, достигли дна в разборе этого проекта. В общем, дальше так говорить особо не о чем. Я сел посмотреть такой момент, кто сделал, кто помогает в этом проекте «Правдивая стоматология» Николая Николаевича Балмасова. Ну, в частности, там вот, ведение соцгрупп, таргетинговая реклама, если она есть, создание веб-сайта. И я сошел на сайт «Правдастом.ру». Там снизу написано, что это делается компанией, не знаю, как это, разработка сайтов, наверное, или маркетологи, называется «Время действовать». И такой аккуратненький дисклеймер, логотипчик расположен в подвале сайта. Ну, сайт, в принципе, ничего из себя какого-то выдающегося не представляет. Руководитель вот этого компании, этой компании «Время действовать» такой человек Анна Асадова. Она тоже живет в Смоленске. У них есть на YouTube совместное интервью, он рассказывает Николаю Николаевичу, как он там с ними начал работать, чего они достигли. Ну, вообще, мне понравилось. И я так даже подумал, слушайте, классно, они нашли общий язык со стоматологом. Это компания, которая умеет работать со стоматологами. Даже, пускай они в другом городе, но это интересный опыт, с ними можно поработать, они могут тоже там что-то такое мне помочь сделать. Это вот первое впечатление, очень позитивное, реально, мне понравилось. Хорошо все рассказывают, все позитивно. Отключился от YouTube, опять перешел на сайт правдостом.ру, покликал по верхним пунктам меню. Думаю, хорошо. Все, в принципе, такой блог, бложек. Он тематически подразделен на разделы там протезирования, лечения для родителей, детев и так далее. Это примерно соответствует направленности плейлистов в канале YouTube «Правдивая стоматология» об Алмасове Николая Николаевича. Но компьютерщики его подставили. И подставили очень, на мой взгляд, некрасиво, выполнив работу с сайтом, ну, очень поверхностно, некачественно. Я не думаю, что это он там как-то изменил настройки безопасности в сайте. Я думаю, что ему так сдали сайт. Я не понял, на каком движке он сделан. Может быть, самое страшное, что он сделан на каком-то таком кустарно-собственном движке этой компании времени действовать. Вот. Хотя дизайнерски вот там вроде все вылизано, все неплохо, но там есть форум. И в форуме пропущена какая-то настройка в регистрации, туда зарегистрироваться может каждый. Или там модерация отключена. Ну, в общем, там никто этим форумом не занимается. Зачем они его додактировали, я не знаю. Но он за то время, пока вот существует сайт правдостом.ру, он оброс каким-то жутким мусором. То есть, там какие-то чудовищные посты о порнографии, вот всех ее разновидностях там, извращениях, которые, значит, там пытаются популяризировать с сайта, правда, стом.ру. Вот такой вот спамерский отстойник вот с линками на эксплойты, реклама каких-то матрасов. То есть, вот весь ассортимент вот этого вот спама, который там в интернете встречается, который он уже прошел в 90-х, наверное. А вот на сайте правдивая стоматология у Николая Николаевича, он в полном ассортименте, все вот это вот, вся эта жуть и присутствует. И все это так, видимо, так и должно быть. То есть, никто из маркетологов вот это вот время действовать аудит безопасности не проводит. Модерации нету. То есть, доктора подставили вот просто по полной с вот этой порнухой на его практически фамильном таком сайте его проекта, который он так, с такой любовью ведет. Он старается, конечно, его. Может быть, ему одному тяжело это вести, я не знаю. Но вот это та самая называется порно-стоматология вот в чистом виде. Вот такой смеси я даже не мог ожидать в начале, когда мы начали разбирать ролики по их качественному составу. И вдруг вот на их, так скажем, самой, что называется, контролируемой платформе информационный сайт, это тебе не YouTube, там, где каждый может какие-то комменты написать, это твой сайт. Ты можешь прийти, вот все стереть, и будет только так, как я скажу. А там такая малина спамерская, в общем, с всеми гадостями, мерзостями, которые только есть. И это не я туда написал. Я сам в шоке был, когда вот это вот увидел. То есть, я представляю, как там людей вот это все отвращает и колбасит. А может быть, наоборот, это нравится. Я не знаю, может, я от трендов отстал. Может быть, так надо. Вот рука об руку вот так вот форумы такие себе заводить со всем этим спамом. И вот как бы это все, чтобы индексировалось поисковиками, класс. Ну, в общем, Николай Николаевич, вы там, давайте так, вместо того, чтобы на меня жаловаться, в нетематические группы, это вот плакаться, что как там, вот я высказываюсь иногда о преподавателях высшей школы, вы, пожалуйста, как бы свои дела в порядок сначала приведите. Вот. Потому что я тоже ведь могу опубликовать и в какие-то тематические группы в Фейсбуке, хотя как бы я это делать не буду. Мне жалко на это тратить время. Ну, у вас, видимо, времени много, но внимания не хватает. Вот вы, пожалуйста, займитесь сначала сайтом, форумом, почистите оттуда порно все, что у вас там есть. И постарайтесь как-то вот работать аккуратно, внимательно, с уважением, повторюсь, с уважением к зрителям, к вашим читателям. И предусмотрите в проекте какие-то открытые валентности для коллаборации с другими врачами, потому что, как бы, явно вам не хватает возможности выпускать качественный контент, вот такой, чтобы, как бы, он обеспечивал актуальный уровень знаний, понятным языком о том, как сейчас тронтология устроена. Я это вот в пяти видео показал, но вы, как бы, не воспринимаете эти вещи. Вы еще раз пересмотрите свое видео с лекцией о препарировании зубов. Копирайты там, как, не очень выраженно расставлены под теми иллюстрациями, которые у вас заимствованы. Подписывать надо каждую иллюстрацию. Ну, как бы, это не каждому, правда, очевидно, но вообще так принято это, так должно быть. Вы очень сильно неточны в своей работе и излишне эмоциональны над критикой, которую объективно вы заслуживаете с теми публикациями, которые вы создаете. Я не видел никогда до вашего сайта порно-стоматологии. Вот теперь я это увидел. Ну, мне очень жаль, что так вас подвела компания время действовать. Вы для себя сделаете некоторые выводы о своих партнерах, с которыми вы работаете. Я уверен, что есть еще талантливые ребята, фрилансеры, которые могут не менее талантливо сделать веб-сайт, вам помочь в этом вопросе. Ну, первое, что я бы советовал сделать, просто отключить из основного меню ссылку, ведущую на форум. Вот в его нынешней имплементации он никакой пользы ни пользователям, ни вам не приносит, кроме имиджевого ущерба, который, ну, в общем, трудно оценить. Я сочувствую, что такое произошло с вашим проектом. Я надеюсь, что когда-то он у вас улучшится радикально. Ну, пока что особых надежд на это нет, что как-то видео улучшится. Потому что видео пускай они будут длиннее как-то немножко, но качественнее. Понимаете, качественнее так, чтобы они действительно помогали пациентам ориентироваться в критериях качества. А вот эта вот позиция такого единственного правдивого человека, ну, такого в принципе не может быть. Ну, не может быть, чтобы все стоматологи были алчными, безграмотными, желающими только, так сказать, сделать пациенту что-то подороже, не обеспечив это гарантиями. То есть, то, как вы преподносите всех остальных в вашей профессии врачей, вам не делает чести в диетологическом плане. И, в общем, надо обязательно продумывать вот эту вот, я бы сказал, такую нейтральную академическую позицию в ваших видео. На этих принципах строится, например, вот такой ресурс, как Википедия. Это нейтральная циклопедическая позиция, когда вот описывается по возможности нейтрально объект на какой-то из страниц Википедии. Вот эта штука вам бы очень пошла на пользу, как один из основополагающих принципов проекта «Правдивая стоматология». Мне кажется, что над идеологией тоже надо работать еще. Посоветуйтесь, может быть, с кем-нибудь, я не знаю, с коллег, которым вы доверяете. Может быть, вам кто-то что-то скажет, поскольку, видимо, то, что я записываю, вы воспринимаете крайне негативно. Вас это как-то эмоционально трогает, а на самом деле, если бы кто-то делал для меня такой аудит, я, наверное, бы за это еще платил деньги. Ну, поэтому поработайте пока что, комментариев не требуется.